Сейчас я показываю руки Елены Савельевича, почему? Это самая проблема. Знаете, когда плоды уже перезрели, начали падать. Это я земли собирал, да. Кстати, обратите внимание, вы когда-нибудь видели такую жадную женщину, нет? Кстати, поздравьте ее, она теперь кандидата. Видели такую жадную? Видели, что у нее косточки черешни зажаты? Ни одну не выбросила. Вот это настоящая ученая жадность, настоящая ученая бережливость. Вот это, ну, жадность, я же пошутил, вы понимаете, бережливость. Вот они косточки черешни. А вот это вот 100-граммовые абрикосы. Они полностью преобразились, я их назвал уже по-другому, потому что... Но он, с виду, ничего вообще уже не имеет, кстати, с академиком. Он полностью преобразился. Хотя, это прямая линия, скажем, годом круглее и круглее, и крупнее. Это было. Но я в данном случае про муравьев. Вот это учеба. Это фотография для вас. Я говорю, Елена Александровна, вот, видишь дверки? Видишь? А что там? А вот открываем. А вот они. А там целый муравьевик. Вот это дань муравьям. Это дань нашим главным защитникам, друзьям. Вот. Цивилизация, которая не уступает нам по-разному. Большинству людей не уступает. Большинство людей она превосходит по-разному. Потому что они не ведают, что творят. Им сказали, уничтожают муравьев. Они будут строить. Им сказали, потратить деньги. Вот. Это самое. Почву угробить. Отравить почву, отравить плоды. Лишь бы избавиться от защитников. И они это сделают. А муравьи так не делают. У них вообще разум коллективный, я его так называю. И так посмотрели. А если вот эту фотографию показать, опять же, на сайте, где 100 тысяч подписчиков, или 100 тысяч просмотров, что будет дальше сказать? Вот прям возьмите эту фотографию. Кто знает, что это руки Илья Александровна Савельевича. Плоды Савельевича, даже никто не знает. Скажем, скажем, вот. Сказать, ой, муравьи, что мне с ними делать? Вот тут получите 50, 100, или 2 тысячи, 8 тысяч этих самых комментариев, как их уничтожить. А там будут перечислены штук 20 только на именование ядохимикатов. Я их никогда не повторяю, чтобы вы не запомнили. Вот что будет. А на самом деле, это дань муравьям, потому что они перезрели. Вот. У них началось брожение. А брожение это что? Это слаще уже от линии. Вот. Это глюкоза в чистом виде. Вот. И вот тут-то, в плане с муравьям, это ваша доля. Поняли? Вот. Ну, это у меня свежая фотография. Вот, смотрите. Я ей показывал, говорю, я приезжаю еще через месяц, а. Вот эта фотография сделана через день назад. Это Мичуринский. Он увеличился. Уже явно, что он тянет на крупноплодный. Вот. Что очередной год сохраняется крупноплодность. То есть, я надеюсь, возврата нет. Вот я взял тогда, вот он сейчас такой, да. Потом я уже отвез в деревню вот эти электронные весы. Потом будет написано, значит, абрикос Мичуринский, клоун Железного. И вы увидите, что это уже, надеюсь, навсегда. А потом я соберу плоды. Все до единого. Они все будут, ни один кушать мы не будем. Все перезреют. Ради того, чтобы созрела кустика, нужно, чтобы мякоть перезрела. Все это будет отдельно собрано. Названо абрикос Мичуринский, клоун Железного. Или там еще. Ну, чтобы заманить вас, крупноплодный клоун Железного. Так. А это до 100 грамм потянет. И тогда, да я сейчас вижу, что потянет 100 грамм. И тогда эти косточки я буду продавать уже не всем. Их будет мало. Я посмотрел на дерево, их штук 200 вот таких. А еще гостей, еще угощать надо. Знаете, мне нравится, когда гости едят, а эти, рассовывают по карману. У меня были несколько раз ученые, молодые. Мне нравится, когда они по карману рассовывают. Вместо того, чтобы сказать, можно я их пакетик возьму, сложу, боятся, что я отхожу. И вот так вот, раз по карману. Вот это настоящие ученые. А тут, наверное, Елена прятала, не прятала. Видели, черешные косточки. Но выбросить не выбросила. Черешные съела, а косточки с собой. Вот этот момент очень интересный, да? А почему нужно? Впереди вся работа только начинается. Рядом растет. Академик. Академик, на мой взгляд, с помощью телегонии, то есть прямых половых связей, увеличил. А этого не должно быть никогда. Вот почему. Телегония – это уже наука. Считайте, википедию. Вот. Но у него нет других причин так увеличиться. Понимаете, тут не было третьего этажа. Я на многих третий этаж делаю. То есть, привая еще крупнее. Ну, как это? Люблю, по-моему, по-моему. Чуть не сказал одно слово на ее. Так. И Эти косточки должны повторить эти качества. У меня несколько случаев. Кто шорсом ее видел? Недавно брат сделал еще один шорс. Опять рынок. Опять дама. Людмила ее зовут. Вот. Там даже была ее фамилия. Ну, я призывал ученых найти ее специально. Ради и вот этих ее, ну, назовем сорт образцов, клонов. Помните, там были абрикосы, персики. И непонятно что. Абрикос или персик. Вот. И она рассказывала, как это, и что у нее это все с косточек. А она смотрит, и мне... Она не врет. Я-то... Я в это... Она не врет. Она мне железо рассказывает. Потому что я к этому имею отношение. Вот. И она меня знает. Она меня по телевизору сотни раз видела. И тогда я надеялся. А вот сейчас кто-то. Пусть собака минусинская. Приедут, найдут ее. Да и найти-то, если она называет фамилию и отчество. Я уже... СССР-4. Я уже не буду ее искать. Но я уже несколько раз про нее рассказал. Ну, найдите. Фотографию можно разместить на местном телевидении. Причем сказать. Ради науки. Ищем такую женщину. Ее фотографию с ведрами, с такими плодами. Вот. Никому не надо. А ведь это же то же самое. Ну, как вам сказать-то? Если... Вы же знаете. Есть яйца фаборожая. А не каждый знает. Он думает. Ну, наверное, это какие-то яйца там. Какой-то новый ссор. Какая-то порода курица новая. Нет. Это яйца украшены драгоценными камнями. Бриллиантами. Так? А есть яйца из-под курицы. И вот когда вот это вот. Вот той дамы. Вот взял-ка. А фотографию я уже не раз показывал. Сидит рядом три ведра с такими. Видели, да? Вот. И это и есть яйца фаборожая. Ну, как? Когда у нас хоть один проснется. А? Ну, нас все меньше и меньше. Просмотры все меньше. Она причина в этом. Вот, к сожалению, такое. Мой единственный случай. Очень озабоченная молодая женщина. Вот. Которая у меня выпросила диск. А на котором сотни вот этих вот шикарнейших фотографий. Которые не имеют аналога во всей России. Часть из них попала в интернет. Украдено двумя стами плодопитомников. Которые якобы это их. Вот. Шикарное все. Она диск вручила Медведеву, когда он баллотировался на пост президента. В каком году, не помню. И говорит. Попросила своих знакомых. Которые, ну, скажем так, вхожи. Они, ну, Медведеву прямо в руки диск вручили. Сказали. Обратите внимание. Посмотрите диск. Обратите на этот человек. У него особая агротехника. У него лучший сад там в России. Так, так, так. Да, сказал Медведев. Разберемся. Сейчас я закончил сам этот сам. Пользовая компания. Конечно, займемся. И передал диск в помощнику. Все. Тишина. Это о чем говорит? Помощник посмотрел. Сказал. Ни хера себе. Куда же он его занесло? На Кавказ. В Голландию. В Испанию. Там, наверное, фотографии делали. На этом, видимо, и кончилось. А нам надо продолжать. Вот эти две сотни плодов вот этих. Это не химеры. Мне сейчас помешался на химерах. Но это уже другая будет тема. А вот эти косовские, извините. Вот. Ждут такого человека, который доведет до подношения. Вот. Желательно, чтобы он не жил где-то рядом с полярным кругом. Вот. Ну, в Сибири есть достаточно места. Особенно возле этих незамерзачей реки, ниже ГЭС. Таких хватает. Вот. А вот это вот одна из страшных ошибок. Допустим, это моя любимая тема. Я же вынужден все время противопоставлять. Вот я поднял два этих плодика, да. Они рано упали. Почему они рано созрели и упали? Потому что в этом году птицам не везет. У нас были года, брезговали всем. Огромное количество вишни, много черешни. Это мой район, где я живу. Я только вижу птицы. Они же не летают там за тысячи раз. Где-то в Красном Хуторе, наверное, несколько стаи есть. Прилетели, а обкусали. Что получается? Другой год полностью изобильный. И тогда все цело. А когда чуть-чуть вот не хватает им. Они же так же, как мы, глюкозу употребляем. Это же ради глюкозы. Вот. И тогда получается, что этот год очень скудный. Так. Хоть я похвастаюсь, показываю, подоградишь плодами. Но последние с другими годами это мало. Вот. И тогда они вынуждены клевать. А размести эту фотографию опять на суперсайте, где там ты, миллионы этих подписчиков. И скажите, попробуйте. Жаня, я не могу, и брат не может. Потому что он тоже живет. И скажите следующее. А вот что мне делать? У меня упали плоды. Вот они уже портятся. Какая причина ты поплачешь? Вот. Если там посмотрит сто тысяч человек, то из них тысяча напишет. Значит, дерево больно, все больно. Опрыскивайте, опрыскивайте. Я вам открываю истинную причину. Чтобы полмагазина не покупали, как в случае телеканала садьба. Полмагазин надо закупить. По каждому случаю. По каждому. Значит, это зубы, как клевы птиц. Они начинают клевать. Плод быстро-быстро дозревает. Быстро-быстро. И падает. Случайно или не случайно они делают? Может быть, случайно, а может и нет. Потому что действительно, раньше упадет, раньше становится едой. Он дозревает моментально. Искалеченные плоды быстро-быстро дозревают. Забетели? И тогда получается следующее. Значит, это большая часть, я наблюдаю в 40 лет, большая часть виноваты порчи плодов птицы. И птиц, конечно, стрелять не надо. Это само собой. И, соответственно, ничего делать не надо. И магазин за ядами бежать тоже не надо. Это данность. Пусть едят те, кому положено. Еще немножко догниют, поспеют, переспеют. И вы увидите, наши любимые пчелы, осы. Будут все это потреблять, потреблять. Тут же будут суетиться эти самые муравьи. Тут же суетиться будут. Вот. И бабочки тоже любят, бабочки любят. Вот и все. А вот это вот как чуть что за ядами, я все время с этим борюсь. И еще, сейчас пойдемте еще, видео. Муравьи разорвали паутину, чтобы спасти братьев. Я пропущу это. Тут действительно, я бы мог с водострастно, с таким уважением, я бы мог все это прочитать. Вот это и вот это. Как муравьи спасали рискую жизнь и даже калечились, спасая своих братьев. Понимаете? Это уже наука. Посмотрите внимательно на фотографии. Это уже истерия науся. Вот. У меня уже много доказательств, которые уже в голове рассели за эти годы. И то, что я сам видел. Вот. Муравьи абсолютно в мозге не сопоставим. У нас полтора килограмма, а у них какие-то нанограммы. И тогда получается, как они могут быть умными. Их уничтожает, потому что они не могут за себя заступиться. Вот. Уничтожает по дурости, по глупости. И что теперь, Павел, делать? Доказать, что они умные. Вот каждый раз такое доказательство. И бесполезно. Потом я еще покажу, как они строят дома. Вот. Я уже не раз рассказывал, как они спасают. Человек, который никакой не садовод. Вот. Который вот случайно посмотрел один из моих фильмов. Абсолютно не посадил ни одного дерева. Вот. И вдруг, а я же живу в этом, такой аура вокруг меня. Константинович, я тут случайно посмотрел фильм. Не мой. Не мой. А в этом фильме муравьи спасали муравьев. Вот. И человек ошарашен. Он же один мой фильм видел. И тут же случайно или специально заглянул. Ну, тема, назовите там, напишите муравьи разумнее, что-то в этом фильме. И вы увидите, вот, как они переправляются через реку, строя мост из своих тел. Как они, каждый из них, умудряется меняться местами, потому что нижние начинают захлебываться. И их оттуда вытаскивают, это нижняя часть плота. То есть они фактически под водой. Вот. Он же плот этот из муравьев весь имеет. Вот. И вот он, а им надо переправиться. И вот миллион муравьев переправляется. Ротация меняется, меняется, меняется. Люди на это не способны. И вот если когда такое случится, каждый кинет свободу, каждый будет спасать себя, лучше в случае свата, брата и ребенка, но никогда не получится вот такого вот товарищества, дружбы, братства. И после этого их ненавидеть. Я тут искал, у меня есть ее фотография, там это Ганечка, я не скрываю ее фамилию. Почему? Потому что враг номер один. Вот такой плакат, вот тут лежит на груди. Я звезда. Это человек, который уже настолько, сотни выступлений из них, часть из них по уничтожению в саду, в муравьев. Вот, это настолько уже въелось и молчит наука. Она тоже наука, она кандидат наук. Но вот это равнодушное молчание. Ну, выступает, выступает. Ну, взяла уже, уничтожила с друзьями уже лесной муравейник. И не пришел ни один эколог, ни это, не составили акт, не закрыли передачу, или хотя бы, как меня это, не заблокировали их этот самый канал. Вот. Уничтожить муравейник, который якобы это, вредит. Это большой, лесной. Не нашли в саду, пошли в лес, и тот уничтожил, я думаю. Вот это вот. И когда-то, когда наши придут, а я уже безнадежно говорю, уже скоро помирать. Уже каждый день сердце болит. Вот. И получается, что, а потом все замолчит, я помру, все замолчит. И они будут продолжать это самое, зарабатывать с серебряниками, внушая людям ненависть, ненависть к главным, главным защитникам сада. Постулат Железова. Признание муравьевым разумным и неприкасаемым видом, неприкасаемым сделается между рове и обильнее, людей более разумными и благородными. Вот, знаете что? Вот там, сейчас видели, начали стрижку питомники. Если сейчас ее не стрижку делают, это страшная ошибка. Но тут получается так. Я не могу на компьютере открыть вот это письмо. Знаете почему? Потому что, еще раз, там десятки чужих, сбоку, они сразу видны, там десятки чужих телефонов. А это нехорошо. Не каждый хочет засветить телефон. В наше время, когда мошенничество, оно не просто это, оно просто распространяется. И мы, это одна из причин, почему мы все хуже живем. Мошенничество бесконечное. Тогда я решил так. А заблю-ка я в этот же WhatsApp, но на телефоне. Вот мне там одно слово смутило. читаю. Начали стрижку. Коля, сибирские питомники. И этот же самый магазин, который я терпеть ненавижу. Который, это, украл мою фотографию роскошную. Помните? Я бы рассказывал. Да я лишний раз не буду. Знаете, что такое интернет-магазин? А это магазин, там работают люди. Если в действительном, взять вот так вот, запретить. Это они все с головы подохнут. Потому что, кому они нужны, где они найдут другую работу в наше время. Я вот так вот сделаю. Вот этот питомник находится, я просто так, чтобы название даже не успели заметить. Выращенные в Сибири для севера. На самом деле, это чистое вранье. Вот в Сибири этих самых персиков, черешин, значит, нектаринов нет ни одного сада. Чистое, стопроцентное вранье. Вы просто должны это знать. Я уже не пытаюсь их разоблачить. Еще раз говорю, там люди работают. И здесь фотографии самые роскошные в мире. Вот здесь фотографии. Я не могу здесь показать. Это самые роскошные в мире, какие только есть. Выбраны самые-самые. Они, фотографии делаются в Италии, в Испании. В Сибири, только у меня. В Сибири, да. Вот. Иногда попадают в других плодопитомников, попадают фотографии, летние фотографии Латинкова. Моих попадает штук 30-40 самых роскошных. Остальное весь мир. Там есть Китай, там Голландия, все. И они все их у себя на сайт покупайте. Если бы это было все правда, это не один это самое, это не одна нобелевская премия, это десятки нобелевских премий, потому что по каждому направлению выращено в Сибири. Вы представляете? Вот. Видите? Чистая, стопроцентная вранье. Вот так вот. А тут еще что было сказано, что они начали стрижку. Начали стрижку сибирские питомники. Но на самом деле не сибирские, а летом, хоть они, пусть они врут, они на самом деле европейские, вот. И не самая сибирная даже. Но стрижку делать сейчас нельзя. Это страшная вещь. Мало того, что их саженцы неполноценные, потому что они не сибирские. А почему они пишут сибирское? Потому что покупали мы. Так, давайте идем дальше. С муравьями поговорили. Выписывал саженцы по вайберу, а потом начал искать информацию. Так, естественно, не могла найти. Саженцы были в дороге. Я расстроилась. Потом нашла ваше видео, как вы с луком сажаете саженцы в боков. Ну, и некоторое видео посмотрела. Саженцы в дороге. Не знала, как с вами связаться. Пришли саженцы. Что делать? Забрала и привезла. Открыла они высокие с цветами уже. Странно, ствол, цветы и листья. Саженцы с цветами. И вот насколько у меня мах хватило. Я, значит, что сделал? Цветы оборвала, корень освободила, непонятно, в чем он был. чуть-чуть обрезала, поставила воду на сутки, замочив корневине. Через сутки, ну, что делать? Я видел вас на видео, как внук помогает вам садить, а полностью видео нет, как вот надо я. Там отрывок был. Поехала, привязала тележку с земли, посадила, обрезала, посыпала, саженца, парила. Потом все ходила и переживала. Смотрю, у меня листьев уже нету, стоит одна палка. А тут как раз холодно на улице, не знаю, что делать. Жалко, думаю, саженца изрезала. Думаю, еще больше вреда сделала, чем спасла. Земля пересыхает, поливать не очень неудобно, а вода скатывается с холма. Вот, кстати, первый год оттащит на беда. Думала, что делать. Потом взяла лопату, тележку, и, помните, я вам, например, приводил, только коротко. Поехала за дерном, нарезала, обложила холм. Умница. Ну, думаю, может, теплее будет моим яблоньком. Недели две-три точно стояли неживые. Потом смотрю, почки начали жевать, листья дали. Теперь изучаю ваше видео, не знаю, не хочу, чтобы они замерзли зимой, жалко очень. Ну, на холме легче замерзнуть, первый год-то. Корни надо пустить туда, там, где не замерзающий раствор, чем ниже, тем более не замерзающий. Это беда растений с поверхности, с поверхности корневой системы. Они из тех мест, где не так уж и холода, где не промежает земля. А мы бах, Сибирь, бах, наврал, жалуются Иркутская область, Забайкалья, значит, жалуются кемеровчане. Как вот раз бывает, и вот зима и нет снега. Ну, как там выжить растения, у которых корни, метр два, уже взрослых. А есть еще вот такие вот. Ну, как? Ну, берите лопату, кидайте снег, что я еще скажу. Но все равно надо на холму. Ну, холм его такой, как есть такие умники. Все меня снимает, что я снимаю. Я попросил сделать фотографию для меня, для будущих учебников. Вот он, холм, обложенный кусочками дерна. Теперь его легче, это, скатываться. Нет, труднее скатываться воде. Видите, элементарные вещи. А то вот, я поливаю, скатываюсь, лучше бы я в ямку посадил. И так бывает. А потом это сейчас прошу прощения. Алло. А вот сейчас вы меня извините. Я сейчас вы не отключайтесь. Дело в том, что беда или беда. Сейчас я с вами поговорю минуты три. Так, дело в том, что я веду вебинар, но меня простят слушатели. похороны это похороны. Я сейчас говорю не с вами. Меня слушают сотни людей или услышат сотни людей. Так, а я не хочу с вами прерывать разговор. Он очень важен, раз относится к похоронам. Понимаете? Сейчас, погодите, я пойду на кухню, не отключайтесь. Так, я прошу, друзья, перерыва. Хорошо? Нет, 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 это тоже важно. Так, сейчас я пошел на кухню. Так, манерная ламбия отрезала, и вот это не поможет, не поможет, Что мы именно будем делать? Возможно, мы будем уже это. Закладывайте где-то что вы наверное. Вот, восьмое время зайдем у нас уже это. Ну, так, ох, 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 ненависть и не позже. А, понятно, лучше тогда, что ты не пугаешь, если это происходит. Да. А, не знаете, что все? А, все понятно, просто не пугаешься. Все, это, вообще, явно, в итоге, в итоге, в итоге, в итоге, в итоге, после похорон, и, все, и, 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 А я не знаю, но в том, что встретили отменили сегодня, или сыну завтра, если я все не помню. А Валерий Константинович, этот людей спросил меня. В общем, все-таки понятно. Все, извините, это неудобно. Вся эта болота, вот это мы сюда. Друзья, жизнь продолжается. Я хороню еще одного человека, чужого. Вот, пришлось опять все брать на себя. Это моя судьба, меня испытывает судьба. Так что ничему не удивляйтесь. Это я не хвастаюсь, это я констатирую факты и извиняюсь перед вами. Так, вот эти фотографии, вот эти фотографии, это к тому письмо. Я так понял, что человек уже, саженцы обрезаны уже нормально, потому что холм взорвался, видите, уже травой. И вот, вот уже пошли листочки. Есть сомнения, если у вас веток не такой длинный, длиннее, чем у меня, то хорошо. Вызовет, сейчас вопрос, вызовет ли нет почки этой зимы. Вот, вот это все ваши, вот. Другое дело еще, откуда дровишки, тут тоже важно. Откуда, может быть, все ухищения, вот, посадки по железу, вот, почти по железу. Но вот эти ухищения, можно, зря. Вот, вы знаете, опять, раскрученный самый питомник в России. Фотографии моря. И тоже то, что я знаю давно. Пришли хиленькие абрикосики, такие тоненькие, такие эти самые. Вот, и уже половина дохла. И главное, они такие изначально. То есть, нет бы вот сказать человеку, вот именно такой саженец мы вам вышли. Я-то показываю саженцы свои, Сергея. Я же распределил питомник, его хвастаюсь. Я же показываю, это саженцы, это корни. Вот. Но когда он высылает, вот такое, знаете, это недоразумение. Ну, почему заранее не показать человеку? Ты вот такой получишь. 9 из 10 откажутся. Нет, получают. Ну, тогда сами скажите, присните фотографию саженца, которую вы мне прислёте. Нет фотографии? Я вам не верю. Идём дальше. Вот, ещё один посаженный. В общем, с тем письмом разобрались. Ладно? Доброе утро. У Лея Касселевич, хочу рассказать про ваши косточки абрикосов. Сажали в прошлом году по весне. К началу лета проклюнулись 4 из 20. Зима пережили 2 из 4. А почему из 4? А, раз 4, значит 2. Всё правильно. А вот этой весой, внимание, просит проклюнуть ещё 10. Через год. Через год. Через год. Значит, ещё не вечер. Растим, благодарим. Прикосить, добрый день. Есть ли какая-нибудь статья или инструкция по правильной санитарной обрезке, чтобы понять главные принципы? Ой, Господи, Боже мой. 200, 295 вебинаров я рассказывал. И сейчас наверху видели, я рассказывал. Мы уже поняли. Не надо формировать никакой штамп. Не надо трогать волчки. Не надо обрывать листья. Вот сегодня узнали от вас. Вот тут начинается проблема. Узнали от вас, что боковые ветки надо было этой весой укоротить на метр. Смотрите на моё это. Голого руки. Я посмотрел, чуть инфаркта не хватило. Якобы укоротить на метр. Но мы опоздали. Сейчас уже нельзя. Правильно. Нельзя. Сделаем следующей весной. Вот. Боковые ветки на метр, с понятия на метр, никогда, ни разу в жизни. Ну, представьте себе метровый саженец. Его нужно укоротить, ну, если, допустим, в голой корне. То есть метра надо оставить полметра. Так? А причём тут метр? Вот. Другое дело, что некоторые, да, присылали ко мне фотографии. А на фотографии двухметровый красавец. А корней из Гулькина этот. Извините, Гулькин. Ну, понятно. Вот. Корней вот столько. Ну, уже прикинул, надо бы отрезать действительно метр из двух. А лучше бы и полтора из двух. Вот. То есть это сам принцип. А там надо смотреть, в зависимости от корней, от их... Даже когда вам кажется, что корни целые, считайте, это половина. Потому что, знаете, какие корешки страдают? Они называются всасывающие. Это самые тонкие-тонкие. Это как эти самые... Даже не спички толщина, а как толщина иголки. Вот эти вот всасывающие, они больше всего страдают. Эти-то... Трррр... Обрезали. Обрезали. А знаете, сколько там сотен, может быть, всасывающих корешков, на том, что обрезали вот так вот? А дерево два метра, а оно должно быть уже в ширину метра хотя бы. А то и больше. А реже-то вот так. И вот получается, что если вам кажется, что корни целые, режьте половину. Если вы видите, что корни искалечены, режьте... Оставляйте четверть. Вот так примерно. А то в метр. Что? Метром померить метр. А там корни всего этого... Ветка-то всего... Всего метра. Что оставлять-то? Вот тут мы другого не поняли. А сами принципы? Да. Не формять штамп, не трогать волчки, не обрывать листья. Ну и дальше теперь. Но не понимаем, когда, насколько надо потом подрезать центрально, чтобы дерево не тянулось вось. А это уже специальная обрезка. То я говорил обрезка на при посадке, что мы видим голые корни, некоторые в горшке, там уже получше, там может быть ком, там может отреть, отрезать. Но это при посадке. А теперь вот она растет, а вы не хотите, как я, на 9 метров лазить за черешней. И вместо меня всю эту черешню и шелкаются уже рот птицы. Единственное, вот за что им спасибо, что эти выплевывают косточки, они падают, и мы собираем эти, на коленях косточки. Они съедают мякоть черешню, а мне косточки остаются. Ну и на том спасибо. Вот. Почему? Да потому что чуть только упустил, хуй, наверное, уже там. Вот. На 5, на 6, на 8 метров. Поэтому центральный, как вы пишете, вопрос, когда и на сколько? Наверное, чем меньше дерева, чем меньше, да, чем оно, как, короче, то есть еще не успело вырасти. Вот тут-то и надо ему сделать так. А центральный проводник отрезал, подрезал, и пошло оно, распространяется почти, и даже раньше заплодоносит. Сейчас, знаете, что? Я, как всегда, мне несколько дней выпала проблема, да? И тогда, знаете, что сделал? Я сейчас зайду, так, сейчас вспомню, вспомню, вспомню. Ну, несколько фотографий я все-таки покажу. Ну, извините, вы спросите, я отвечаю, я ничего лишнего не делаю. Вот здесь я напишу обрезка, фотообрезки. Сейчас я быстро вот прямо вот так вот глядя. А, обрезка, смотрите сюда, вот это саженец, так, я сюда же делаю больше его. Вот, а потом, а он же корневый отводок, корни плохие. Вот видите, вот это все. Но вот этот будет жить, а посадите вот этот, хрен он вам будет жить. А именно вот этот отставят некоторые даже специалисты. Были даже у меня споры с ними. По-доброму, но были. Это ладно, так, вот этот Бельтевский, так, это потом Бельтевского. Так, сейчас, 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 вот именно там, где я ограничивал, ограничивал, ограничивал. Ну, одну-две фотографии, покажу, этого будет достаточно. Сейчас. Я много вам показывал фотографий, вот эти бесценные фотографии, они нужны для будущих книг, для будущих студенческих и школьных программ, подчеркиваю. Пора учить детей полезному делу, а не всякой черни. Запомните, Борислава. Детей учат настолько ненужным знанием, которое забивает голову, отбивает охоту, отвращение вызывает к учёбе, я это называю программу хернёй. Вот. А там пусть на меня обижаются. Сейчас найду, буквально одну-две. Они у меня бесценные, потому что сделаны вовремя, качественно. Часть из них, в этих фотографиях, вы уже видели. Помните, вот это вот все, которые ненавидят деревья? Вот нахрена вам он её отрезает. Вот зачем он её отрезает? Зачем он её отрезает? Но он же не просто отрезает, он тысячу людей учит. Я просто не мог пройти мимо. Поняли? Не мог. Эти фотографии. ой, ребята, я совсем забыл. Вы меня просили, а я потом фотографию сразу же не нашёл. Это обрезка деревьев с зайцами. Я не нашёл, и я, получается, человеку не ответил. Извините, это я не отвлекаюсь. Это очень важный момент. Вот. Представьте себе, рассказ такой. Вся, весь массив зайцы ходят насквозь вдоль, и всё уничтожает на своём пути. Ни у одной женщины, которая, что мне делать с зайцами? Вот. Как мне от них спастись? А я что могу сказать? Стравить их? Вот. Раз. Это вроде бы нет. Стрелять? Ну и хорошо, если у той дамы есть муж. Я скажу, пойди купи ружьё. Это даже дешевле будет, чем это. Представляется, вот каждый год убивать деревья. Уничтожать деревья. Вот. Так нет. Вот. Сделать глухой забор, это очень дорого. Так, чтобы зайц просто не мог через неё перелезть. Ну, глухой, понимаете, чтобы он ни одну щёлку не нашёл. Вот три, вот. И, пожалуй, чуть ли не всё. Вот. Я, это, а, четвёртое. Это я охотник говорю. Петли на зайцев. Я, правда, зайчатинные обрезговал есть. Хотя, это нормально, ставить петли на зайцев, на этих, вот, на косуль. Вот. Это нормально считается, обычная охота. Но я не мог есть зайца, после удушения. Стрелянного мог, задушенного не мог. Но у меня были собаки, у меня было хозяйство, пять гектаров, поэтому и просто-напросто приносил тушку и говорил сторожу, будешь зайчатинные, конечно, буду. Ну, это, а там же полно этого, что можно и собакам кормить там. Сами понимаете, зайц большой. вот это пальцы замкнул, или глухой забор, травить я не травил, не знаю как, стрелять, вот, или делать петли. Глухой забор, петли стрелять, все. А там, или у вас никогда сады не будет. Вот это я, в догонку, я сообщил. Просто увидев вот эту фотографию, зайц делает обрезку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова